Мне вот интересно, ты когда-нибудь прикрывала свой собственный зад деньгами? Полагаю, мы все в какой-то момент совершали поступки, которыми не очень-то гордимся. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить вальгалочку. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Надо будет не забыть купить масло, чтобы смазать дверь. И пусть будет так. Ладно, так. Джел, это мое место, отойди, пожалуйста. Ой, прости. Подожди, ты чистишь одно из куриных ведерок босса. Это она тебя попросила? Если я скажу, что да, попросила, ты мне поверишь? Ни на секунду не усомнюсь. Тогда да, просила. Хорошо. Приветствую. О, Стелла, что будешь заказывать? Сегодня возьму Кровосток, пожалуй. Кровосток. Понял. Кровосток. Пробуем двойными делать. Это что, рыба должна мне нормас отбиться? По баблу. Или нет? Я что-то этого момента не помню. Буду надеяться так взболтать. Болтаем. Болтаем о том осям. Есть. Пожалуйста. Спасибо. Что привело тебя сюда сегодня? Ждешь Сэй? Нет, вообще... Вообще говоря, просто пришла. Была неподалеку и зашла поздороваться. О, как. Честно говоря, это слегка неожиданно. Когда я тебя увидела в первый раз, я подумала, что такой персонаж к нам больше не зайдет. Но это место, оно комфортное, должна отметить. Такое укромное и тихое. И чистое. Реально чистое. За это можешь поблагодарить Джела. Этот парень гордится тем, как здесь все сверкают. Если тебе понадобится почистить что-нибудь, то лучше его не найти. Правда? Сегодня он, правда, несколько не в себе. Заметно. Слушай, Джел. А ты слышала про новую золотую лихорадку в городе? Золотую лихорадку? Все пытаются заполучить хотя бы детали костюмов белых рыцарей. Вроде бы я где-то об этом слышала или читала, не совсем уверена, правда. Но в любом случае, так при чем здесь золотая лихорадка? В общем, технологии, используемые в костюмах, всегда надежно охранялись. Но после истории в банке... Прости. После событий в банке костюмы были отключены удаленно. Большинство из них просто закоченело. Многие рыцари бросили свои доспехи на месте и убежали, когда началась бойня. Всем, кто оказался замурован в своей броне, требовалась помощь, чтобы снять костюм и бежать. Все это происходило посреди линчевания, так что они стали уязвимыми мишенями. И некоторым не повезло. Их избивали, пока они не могли пошевелиться. Так вот, после превращения костюмов в дорогостоящие гири и разбежавшихся белых рыцарей, вокруг осталось лежать очень много барахла. И все научное сообщество возликовало. Теперь они на перегонке пытаются выяснить, какие же технологии использовались в костюмах. И, конечно, даже отдельные детали брони стоят нынче, ой, как недешево. И что, настолько дорогостоящие исследования действительно полезны? Это новые технологии! Открылась целая новая область, богатая на патенты. Так что, на мой взгляд, да. Ясно. Ну, в этом смысле, что... БТС буквально конгломерат, построенный на патентах и торговых марках. Теперь понятно, как все это делается. Правда, есть одна интересная деталь, выбивающаяся из прочего. Так. Есть один тип по имени Джек. Капитан уникального подразделения корпуса Блицкрик. Уникального? У него было реально маленькое подразделение. Пять человек, включая его. Их особенностью была обвешанная модами броня, в которой они были похожи на могучих рейнджеров. Кого могучих? Кхм. Очень пестро они выглядели, понятно. Но оказалось, что чувак взломал софт костюма и отключил удаленное управление. И у него в итоге один из немногих, если не единственный, костюм с рабочей операционкой. И сказать, что они одни из самых разыскиваемых людей нынче, значит не сказать ничего. А ты много об этом знаешь. От пьяных людей всех сортов и не такого наслышишься. Особенно помогает индивидуальный подход к каждому человеку, чтобы он поделился чем-нибудь сокровенным. И тебе это, кстати, должно быть знакомо. Верно. Подожди. Кстати, вот еще забавный факт. Изначально планировалось, что система предохранения будет взрывать броню, не оставляя следов. Но законы и правовые нормы не позволяют применять такие технологии рядом с гражданскими лицами. Ха, даже вот заебаться есть предел, я смотрю. Люди привыкли видеть вот заебаться абсолютное зло. И да, следует признать, они совсем не невинны. Но они не темные владыки, они просто алчные. Это ведь просто большая корпорация. Просто так вышло, что они получили контроль над этим, по сути, городом-государством. Но корпорации, естественно, начнут в какой-то момент прибегать к драконовским мерам. Я слышала ужасные истории от людей из других городов о попытках применения продакт-плейсмента. Даже если ты просто неправильно держишь бутылку или чуть заслонил логотип, тебя уже будут ждать проблемы. И даже не будем говорить о парках развлечений и всем таком. Они антиутопичны сами по себе. Опять же, корпорация во всем обвиняют из-за того, что Квинси ведет себя как клоун. Он в любом случае не имеет никакой власти. Он всего лишь прикрытие, выбранное советом директоров корпорации Джейбатсу. Выставляет себя дураком, чтобы отвлечь внимание людей от того, чем на самом деле Джейбатсу занимаются. О, да... То есть, ты хочешь сказать, что Глич Сити, по сути своей, один большой парк развлечений? Белых рыцарей я и так называю взорвавшимися охранниками из торговых центров, так что да. А! Нет, серьезно, могучие кто? Угу. Ммм, налей брендини, пожалуйста. Конечно, конечно. Теперь время брендини. Брендини! Так, давайте попробуем двойной брендини сделать. Че нет-то? О, да, 12. 6. О, влезает. И две части корма трина. Перемешать, выдержать. Погнали. Пожалуйста. Спасибо. Так понимаю, ты сегодня в хорошем настроении. Ну, а что, так заметно? Немножко. Да, в общем, я сумела раздобыть пару билетов на концерт Киры Микки. Круто. А, да, она ведь была здесь только что. Опять? Прости. Опять? Не могу поверить, что упустила ее. Я тоже удивилась. Хотя еще большая удивилась тому, что она запомнила мое имя. И, как и в прошлый раз, она была очень приятным клиентом. Ого, он так слухи о том, что она очень хороший человек по жизни были правдой? Изумительно. И я вообще к чему? Всегда хочется верить, что знаменитости окажутся приятными людьми в реальной жизни. И постоянно убеждаться в своей правоте, слышать, что она хорошо ко всем относится. Это очень, очень приятно, понимаешь, да? На самом деле, многие думают, что как раз благодаря этому она так быстро стала популярной. И что она здесь с нами. Не где-то высоко с остальными звездами. И благодаря всему этому все хотят ее поддержать. Поддержать. Вот оно как. Ну, то есть, никому не хочется поддерживать самолюбивых говняков. Впрочем, если честно, я никогда особо про это не думала. Да и вообще, я понятия не имею, кто изготовил половину вещей, которыми я пользуюсь. И я не особо переживаю по этому поводу. Но если ты будешь приятным человеком, сможешь далеко пойти. Мой папочка всегда утверждал, что быть беспощадным и к подчиненным не значит быть мудаком. И у него реально получилось заключить несколько контрактов, обойдя более влиятельных конкурентов. И все благодаря тому, что он просто хороший человек. Звучит неплохо. Подожди-ка, папочка? Ты правда веришь, что она просто так сюда пришла? Во всяком случае, я уверена, что ты не из тех, кто будет врать о подобном. Спасибо, наверное. Кстати, ты можешь просто так... Ты можешь просто... Блять. Кстати, ты можешь просто так прийти на концерт? А как же охрана и все такое? У моего папы всегда есть люди, приглядывающие за мной на расстоянии. И ты не представляешь, как легко я могу скрыться от подобных... От любопытных глаз. Всего лишь сменив прическу и надев шапку. О, ясно. Интересно, пустят ли нас в секцию для инвалидов с Сэй и Юронами? Правда, она наверняка начнет ворчать, что ей все это не нужно и нам не следует этим пользоваться. А можешь подать какой-нибудь классический коктейль? Конечно. Так, что-нибудь классическое по стилю классическое. Так, Кровосток 200. Блять. А, блять, классический, господи. Хорошо, я понял. Так, Пивандри. Пивандри тоже 200. Ладно, пусть будет Кровосток. Большой. Блин, я надеюсь, это сработает. Если не сработает, я буду разочарован в себе. Тем, впрочем, я так уже разочарован в себе. Ну ладно, это уже не так важно. Взболтать. Болтаем, 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 болтаем. Болтаем. Есть. Держим. Спасибо. Стелла, у тебя много слуг в доме? Да, но они уже так давно у нас работают, что стали практически с семьей. Мой папа всегда говорит, что если ты заслужишь доверие человека, он с радостью будет на тебя работать. И все будут довольны. У нас даже был молодой садовник, который уехал учиться машиностроению. Но после обучения он вернулся. И до сих пор он каждые выходные приезжает, чтобы привести в порядок сад. Ого, звучит круто. Скажи, если вдруг тебе понадобится работа, может найду что для тебя? Спасибо за предложение. Стоп. А? Я сейчас поняла, что что-то не так со всей этой историей про золотую лихорадку. Что же? Разве все эти технологии еще никто не запатентовал? Я понимаю, что в первую очередь все пытаются раскрыть технологию, но... Да, были бы проблемы, если бы их кто-то запатентовал ранее. А они не запатентованы? Заебаться были так одержаны тем, чтобы о строении белых рыцарей никто не знал, что совсем ничего не запатентовали. Так как патент бы тогда лежал в базе, которую кто-нибудь мог бы взломать и получить ценную информацию о рыцарях. Не говоря уже об использовании технологии других компаний без их ведома. И ни одно патентное бюро в здравом уме не разрешило бы использование сигнала глобального отключения. Не говоря уже о том, как его применение сказывается на мобильности людей, одетых в бронекостюм. Выходит, за соблюдением законов следили люди в нелегальных по всем стакиям костюмах? Как иронично, да? Зачем же все это? Когда у тебя от денег в глазах темнеет, ты начинаешь думать, что можешь наплевать на правила. От такой безудержной власти у тебя создается впечатление, что ты выше всех законов. И этот город представляет собой то, что случается, когда такие типы начинают устанавливать правила. Мне вот интересно, ты когда-нибудь прикрывала свой собственный зад деньгами? Полагаю, мы все в какой-то момент совершали поступки, которыми не очень-то гордимся. Ладно, Джелл, мне пора бежать, всегда приятно было... Всегда приятно поболтать с тобой. Приходи к нам еще. О, Альма! А где здравствуйте? Ты ведь не отстанешь... Блять, ты ведь не отстанешь с этим, верно? Элементарная вежливость. Это то, за что я буду бороться. Сначала ты перестаешь здороваться, затем говорить спасибо и пожалуйста. И не заметишь, как бах, полная анархия. Ты преувеличиваешь. Нисколечко. Вообще, я сейчас выйду и зайду еще раз. И на этот раз ты меня поприветствуешь, как положено. Ладно. Здравствуй, Джелл. Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостной одумай. Над старинными томами я склонялся в полусне. И грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался. Будто кто-то постучался, постучался в дверь ко мне. Это верно, прошептал я, гость в полночной тишине. Гость стучится в дверь ко мне. Это король и шут, что ли? Переборщила. Очень сильно переборщила. Малуил бармен, нет нисколько. А нет. Так тебе нравится поэзия? У меня был такой период. Чем могу тебя порадовать? Давай начнем с большого синего бархата. Конечно. Большого синего бархата Альмия. А если они не просят большое, значит это не работает. Да блядский рот. Фу, блин, почему бы синий бархат? Где он там? Слушай, ну... Оу! Вау, 560 баксов! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Весьма неплохо. Так, тут шесть и тут десять. Сольдон перемешать. Погнали. пожалуйста спасибо да я кое о чем тут думала и о чем же тебе название хроники блять что она прочитать власть ли на пилине чем-нибудь говорит как-то ты побледнела нет ни о чем не говорит 22 мая сегодня карты сказали мне что меня ждут большие перемены которыми я которыми я обязана старцу учитель по биологии сказал мне что меня с моим са выбрали для школьного конкурса я просто уверена что научная теория об идее аур действительно столь революционно как я и думала скоро я введу меру в сингулярность оккультной науки правда более позднее записи похоже не такие веселые упоминание о том как над автором смеялись как ему объясняли почему вас написано чушь джил я ведь 300 раз проверила что удалила тот блок не должно было остаться никаких следов я сейчас навскидку могу назвать минимум шесть сервисов сохраняющих подобные вещи у себя в архивах почему папа почему успокойся все не так плохо в смысле не так плохо ты что не понимаешь какой это позор джил мы все когда-то были молоды расслабься сейчас ведь тоже не такая вот если бы ты и сейчас такое задвигала тогда да это было бы позорище ты ведь уже не такая верно конечно нет я бросила всю эту оккультную чушь просто вспоминайте все это дерьмо не знаю нравится как ты выглядела тогда вся в черном с редкими на весьма броскими на насчет их цветов аксессуарами но в смысле по крайней мере ты красилась и ухаживала за собой то есть ты нашла ту фотку боже ты нашла ту гребаную фотку зачем ты это делаешь со мной зачем ты раскапываешь ошибки моего прошлого мне было скучно в прошлую пятницу мне нужно было отвлечься от всех этих проблем с даяной и я решила изучить твою биографию ничего особенного просто посмотрела твою активность в сети в те годы пожалуйста не делай так больше я всего лишь воспользовалась поисковиком понимаешь я не запрашивала никаких документов ничего такого и что тебя привело в тот блок ты ведь в курсе что основной адрес электронная почта у тебя так и остался еще с тех времен в общем расслабься ты была одержимая культизмом и мне хотелось поцеловать всех всех мальчиков и я даже почти выполнила данную миссию в масштабе старшей школы правда мне до сих пор это аукается никогда не до оцени не недооценивай усилия которые приложат твои одноклассники чтобы тебя найти особенно если они сами одинокие думают что ты до сих пор то девчонка что целовала их просто так мы все совершали поступки которыми мы не очень-то гордимся будучи взрослыми теперь я знаю что чувствуют преступники к преступники когда им указывают на улики кстати почему 69 это 6 и 9 они 69 это отсылка к картам таро влюбленным и отшельнику я была убеждена что это означает мудреные мудрые решения джелл никто не прочитает это как 6 и 9 это да ну мне тогда было всего 12 даже в 12 я не знала что означает 69 я уже знала что означает 69 этаж какой наивной то тогда было ты даже не представляешь ладно давай подсластим это дело немного налей мне сахарный прилив конечно размочек нам со сахарный прилив блин он дешёвый вот же фак ақсал тут 4 то перегнали погнали 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 перемешать перемешиваем готова пожалуйста то самое кстати о прошлом скажи альма а какими были твои последние достаточно длительные отношения неожиданный вопрос ты же углубилась в мое прошлое в ответ я хочу заглянуть в твоем ладно ладно длительные отношения значит романтические я правильно понимаю ага ну у меня было примерно четверо парней с которыми у меня было вроде как серьезно я знакомила их и с семьей и все такое первый был еще в старшей школе с ним я порвала он мне изменил помню та девчонка хотела со мной еще подраться но я просто сказала оставь мудака себе второй парень был в мой первый год в колледже с ним я рассталась когда он посчитал что будет уместно заехать мне в плечо просто так и ебанутый начал-то он с дружеского похлопывания а потом ну да ладно третьего парня я повстречала почти сразу после того он хотел жениться но это было всего лишь всего через полгода знакомства и потом был ричард кто с ним я провела почти четыре года мы хорошо друг другу подходили у нас были чудесные отношения я реально любила его но со временем возникла проблема начавшая нас разделять ему просто не нравилась моя семья не нравилось он вообще не был семейным человеком он отстранился от собственной семьи и открыто заявил что не хочет иметь детей часть меня хотела верить ну хоть немножечко что он изменит свое мнение но несмотря на всю мою любовь это его черта переросла в пропасть между нами и в какой-то момент я просто вынуждена была с ним расстаться впрочем я ведь пришла сюда не для того чтобы вгонять тебя в депрессию пивка нальешь а конечно и пиво андрей ладно пробуем делать большое а вдруг сработают впрочем я не уверен но что меня восстанавливают аж ничего перемешать кстати спасибо что поделилась да не за что ладно еще один вопрос и мы квиты вовты прям настолько стыдишься своего блога да конечно спрашивай сколько тебе лет было когда ты вставила и силикон в сиськи джилл я люблю тебя я знаю что ты говоришь это в шутку но я пережила столько слухов и насмешек о том что я сделала пластику груди что мне уже совсем не смешно потому в знак нашей дружбы я просто скажу что они настоящие и они обалденные вау я потрогал и не только теперь задай настоящий вопрос пока я тебе не отвесила пощучину тогда в качестве компенсации разрешаю тебе один и только один раз назвать меня мими меня моим полным именем с радостью принимаю твое предложение забавно что ты сказала что отвесишь пощучину так как мой настоящий вопрос был зачем ты отрубила себе кисти рук отрубила ну на то было несколько причин во первых я очень много печатаю и с протезами мне не грозит карпальный туннельный синдром о как и в них еще есть и всякие плюшки так что такое карпальный синдром мне же блять пиздец интересно так карпальный туннельный синдром ложеку головой быстрее неврологическое заболевание при котором ткани в карпальном канале записи отекают и сдавливают срединый нерв а это вот именно вот там где кисть сгинаются у меня в очки например встроен маленький компьютер и когда я двигаю своим указательным пальцем он работает как курсор и есть еще много всяких штук но это мелочи которые производят такого в пищи не производят такого впечатления когда о них рассказываешь как твоя семья отреагировала на это вполне нормально только моя мать еще несколько месяцев бесилась она даже пошла в госпиталь чтобы забрать мои руки ты по ним скучаешь иногда и только в очень эмоциональные моменты но сейчас мои руки уже у другого человека елушки воробушки незадолго до моей операции на шоссе произошла авария у одной из пострадавших молодой дамы правая рука была полностью раздроблена я попросила медиков проверить совместим или мы и все такое ну не все ведь стремятся устанавливать протез если можно получить настоящую руку немного косметических манипуляций и рука будет выглядеть как родная последнее что я слышала то что моя рука ей подходит и то что ее семья согласилась на донорскую руку не знаю что было дальше но надеюсь и что она в порядке и ты не сказала матери об этом не хотела чтобы она начала докучать той бедной девушке так как так как теперь все ровно мы квита точно ты как-то очень сильно разозлилась на мои слова по-просийским прости еще раз в моей голове это звучало не так грубо все хорошо не волнуйся и потом я теперь могу тебя называть один назвать один раз джулианной уже нет что почему ты только что это сделала ты серьезно мы одену только один раз и ты только что его использовала чёрт сюрприз слушай альма я наверное резко сменю тему но ты веришь в призраков ней стоп это я призрак ее нет определенно нет хотя в газете я как-то считала кое-что интересное по этому поводу что же там рассматривалась теория что кластеры на на машин покидают тело после смерти потом за счет остаточных мозговых волн работают как коллективный разум в результате чего получается картинка подобная голограмме конечно эта теория развалилась потому что добиться достаточной плотности на на машин в организме в принципе невозможно даже двадцатая доля от нужного количества сделают кровь слишком густой чтобы сердце могло ее толкать да и мозговые волны не так сильные чтобы вызвать у на на машин подобную реакцию но чтиво было все же занятное понятно не смотря на меня так я не имею никакого отношения к тому что ты считаешь себя сумасшедшей ладно я пойду тогда увидимся завтра до встречи все закончили у меня все а ты как джил похоже поп звезда не слабо так запала в сердце нашему джилу думаешь он уже довольно долго в астрале витает верно эй босс ты ведь фанатка ростлинга верно то есть ты ведь была ростлером так что ну да конечно а что просто интересно в ростлинге ведь все не взаправду а хвостики на голове только у девочек и подростков с синдромом восьмиклассника каким синдромом если понимать что происходит то ростлинг также реален как мыльная опера но ты ведь не думаешь что реальные судебные дела могут разрешать сап путем побоище на ростлинге конечно в моем идеальном мире такие проблемы разрешались бы старым добрым бордобоем но не серьезно какой синдром но ты ведь не ходишь и не рассказываешь всем что в малихоперах все не по настоящему это шоу в котором в качестве способа выражения идей выступают бои это такая очень своеобразная форма театра к тому же учитывая травмы получаемые многими ростлерами там все не такое уж и не настоящее не думала об этом под таким углом а жаль я не терплю тех кто оскорбляет ростлинг так что я должна сломать жилу спину чтобы поставить тебя на место он он стоп что иди сюда жеребец жереблять жереблять чего синдром что ж мне не хватает полтора косаря ну 1300 собственно 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 вот и все я обусрался ваш контракт аренда аннулирован пожалуйста освободите жилплощадь до февраля возобновление аренды можно обсудить с арендодателем джилл не может оплатить аренду это негативно скажется на ее работе приятнейшего денечка и читер делать ведь подворотня где ты меня подобрала была ничего так молчи плохастая что ж полагаю сегодня на этом мы и будем заканчивать что всем спасибо за просмотр и всем пока а